Дорогие друзья, поздравляю вас с 75-летием Общества Знаний и хочу поблагодарить за большую плодотворную работу, которую вы ведёте сегодня. Созданная в 1947 году в трудный послевоенный период, эта научная и просветительская организация сплотила выдающихся учёных, педагогов, деятелей культуры. Их талант, опыт, мощные созидательные силы были нацелены на решение масштабных задач восстановления страны, на обеспечение широкого, по-настоящему массового образования, освоения научных знаний как фундамента социально-экономического развития. После победы в Великой Отечественной войне наши учёные, весь наш народ именно своим трудом и интеллектом добились бесспорных, проравных достижений во многих областях и сферах. Мы с вами обязаны это помнить и имеем полное право этим гордиться. Должны идти вперёд, стремиться к новым горизонтам, опираясь на лучшие отечественные традиции научного поиска и посвящения. Вместе решать большие, сложные, амбициозные задачи нового времени. И в полной мере использовать те колоссальные возможности, которые всегда открываются в период исторических вызовов и испытаний. В этой связи на вас, на российском обществе знания, лежит немалая ответственность. За последние полтора года его деятельность уже качественно преобразилась, выходит на принципиально иной, более высокий уровень. Внедряются цифровые решения и современные подходы к работе с молодёжью. Растёт востребованность онлайн-трансляций, ярко подданного видеоматериала, лекций по самой разнообразной тематике. Их выпуск под эгидой общества знания уже стал своего рода знаком качества. Реализуются и новые перспективные проекты, конкурсы, такие как лекции-экскурсии, лига знаний, лига лекторов. Кстати, лекторов в обществе знания уже более 9 тысяч. В их числе наши видные учёные и руководители ведущих компаний, известные артисты и спортсмены. Те, кто добился высот в своём поприще и может рассказать о своём пути к успеху. Прошу вас не сбавлять набранных темпов, продолжать и наращивать начатую работу по всей стране, в том числе и в новых регионах России, где уже открыты представительства общества знания в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херхонской областях. Рассчитываю, что ваш вклад в национальное, суверенное развитие России, всех её регионов и по всем направлениям будет только расти, включая, конечно же, защиту правды о наших предках, об испытаниях прошлого, о наших героях, о каждом, кто сейчас сражается за Родину, выполняя высокий, священный патриотический долг. Мы никому не позволим их очернить и оболгать. А нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твёрдые знания, правда и любовь к России. Ещё раз поздравляю всех членов общества знания с его 75-летием и искренне желаю успехов в вашей работе, насыщенной, интересной и очень важной для страны, для всех граждан России. Субтитры создавал DimaTorzok